Итак, в прошлый раз мы, на самом деле, я повторю главную идею Рава Мальбима к Ремзега Мишкан. В этой статье, она вставлена им прямо в комментарии к книге Шмот, но она вставлена как бы под отдельным заголовком. Идея, главная, центральная его идея состоит в следующем. Она ясна, что навеянность ему под влиянием книги Яцера, и это очевидно, идея состоит в следующем, что как бы есть три мира. Улам – большой мир, Вселенная, есть Мефеш – душа, это человек в данном случае, и есть время. Значит, по этому поводу, так как источники явлений, высший источник, я напоминаю, начало книги Яцера – это 32 пути мудрости, 32 канала, связывающие верхние миры с нижними. И по этому поводу, по этим 32 каналам питаются, с одной стороны, они запитывают Вселенную, они запитывают человека, и они запитывают времена, те, которые циклически повторяются, если имеется в виду времена. В результате должны быть параллели между временем, именно круговым временем, между душой, между человеком и Вселенной. По этому поводу Раф Мейр Мальбин говорит следующее, что параллельность устройства Вселенной и отдельного человека позволяет настраивать некоторый камертон, где Вселенная отзывается на состояние души человека. То есть, как бы два рядом стоящих камертона, вот этот вот эксперимент, который обычно показывают в курсе школьной физики, то есть, в мое время показывали, по-моему, в наше время физика стала уже не та школьная, я не меда-физика только выросла за это время как наука, но вот школьная физика стала попроще вроде как, но нам обязательно показывали этот эксперимент, причем там со времен незапамятных, и в результате как бы Вселенная отвечает на случайное души на состоянии каждого человека, и радость отвечает радостью, муть отвечает мучью. При этом он говорит еще вторую вещь, что все-таки, да, в этой аналогии я хочу заметить одну куда более, не менее важную вещь, что, естественно, так как Вселенная – это камертон куда больших размеров, чем малые камертоны каждый отдельный человек, то понятно, что влияние Вселенной на человека, то, что Пушкин называет «силой вещей», вот такой у него есть очень замечательный термин, он поэтический, в 10 главе Евгения Онегина, тем не менее, вот есть такая вещь, как «сила вещей». Здесь есть длинная теория на эту тему у Рава Аарона Маркуса, где он регулярно демонстрирует, как практически одновременно в разных абсолютных культурах появляются сходные идеи. Вот этот дух времени – это вот это вот влияние Вселенной, которая одновременно отзывается в разных культурах, отзывается очень сходными явлениями. Вот это влияние вот обратное вот этого большого мирового камертона, вот не путайте, пожалуйста, с пророчествами и так далее, а это вот это влияние Вселенных на отдельно взятых людей, причем одновременное. Вот эта идея, она довольно важная, но она важна не для Раби Мейера Мальбима, а для Рава Аарона Маркуса такой вот был замечательный, замечательный, из самых замечательных людей, к сожалению, очень мало трудов сохранилось, они погибли, рукописи его погибли в катастрофе. И дошло три книжки, три, да, три книжки. Вот, всего, причем от комментариев Вактори, к сожалению, дошел комментарий только первых трех глав, чудесных комментарий, ну, остальное все просто путей. Вот, и вот у него есть большая статья, ну, статья, он хасид, он был хасидом, жил в городе Кракове, о, вот, который называется «Сила времени», вот, о том, как, ну, и начинается она совершенно замечательная вещь, время – это амгоша, амгоша – это, значит, что такое амгоша, дача спорта Алмуда, некоторые говорят, что это маг, волшебник, а некоторые говорят, что это Абудазара, что это язык. И это правильно, потому что маг – это либо древний персидский жрец классического персидского дуализма, либо, если мы более позднюю культуру возьмем, эллинистическую культуру, то это обычно маг, в смысле обманщик и фокусник, вот, тут довольно важно. Вот он начинает все время, это вот такой вот то ли маг, то ли идолопоклон, то ли вот такая вот некоторая языческая вещь. Но вот это вот влияние, на самом деле, вот в арабе Мальбимба, это обозначило именно вот это влияние большого камертона на малое камертон. По этому же поводу он продолжает, я просто итог предыдущего говорил, по этому поводу он продолжает еще одну важную вещь, что понятно, что влияние одного человека на мир, оно ничтожно, но есть такая вещь, которая неуловимая, которую, ну, в ранних работах Мальбим это называл совершенно в гегелевской терминологии, я не уверен, что он гегелев читал, точнее, я даже уверен, что он, скорее, его не читал, ну, вполне гегелевским образом, дух народа, вот такое вот есть понятие, совершенно неуловимое, но он говорит, что, например, что вот национальный дух – это вот такой ангел некоторый небесный, но он говорит, вот когда я там прошелся и сказал, что народ мозгов не имеет, это правда, но народ имеет вот нечто, вот то самое неуловимое, то, что называется дух, причем народы живут в соответствии с некоторым вот этим камертоном более высоким, и одновременно они сами влияют вот целиком как группой людей, причем регулярно ни один не желал это сделать, но все вместе, вот этот вот дух, он, это вещь существующая, надо сказать, что идея, конечно, в европейской философии – это гегелевская идея, но в еврейском, вот Мальбим это делает вполне такой еврейский, и он говорит буквально следующее, что некоторое выражение камертональное, именно вот в терминах камертона, для того, чтобы народ уже влиял на мир, и мир на народ, вот такое вот настройка, уже не от одного человека на мир и мир на одного человека, а народ на мир и мир на человека, вот таким вторым камертоном, третьим камертоном нашей истории является храм, и он по этому поводу говорит, что, в общем-то, народ – это собрание где-то в 22 тысячи человек, у него есть на кого опереться, когда он говорит про 22 тысячи человек, нетрудно догадаться, что 22 евреи очень любят это число, особенно в Кабале, это число букв евреевского алфавита, и это 22 из 32 нативод хохма путей мудрости, то вот этих каналов, связывающих верхний мир с нижней. По этому поводу тогда, и, в общем, логично предположить, что вот этот третий камертон, который является скини или храм, должен быть устроен по тем же принципам, по которым устроены вселенные человека. По этому поводу своей статье, которая сильно очень закручена у него, на самом деле, на его же комментарии к видению Ехэскиэля, и частично на его комментарии к Ширко Ширин, к песне-песне, он старательно обсуждает вот это явление. И здесь, значит, когда он начинает говорить, по этому поводу, когда мы говорим, что храм – это человек, на самом деле храм устроен по тем же источникам, то есть у них есть проявление параллелей, должно быть между храмом и вселенной, храмом и человеком. Но когда мы говорим о вселенной, вот эти параллели, то нам обычно приходится прибегать к явлениям типа каббалистической терминологии, это ангелы, указывать, где какие ангелы, где какие миры, и как они олицетворяются в храме. Это уже мы пошли в область, которую я не люблю касаться и не люблю о ней говорить. Это мы пошли уже к совершенно весьма основательным каббалистическим всяким делам. А параллель человек и храм намного проще, потому что здесь веснее, и не надо прибегать к прямой каббале. Значит, по этому поводу Раф Мальбим начинает с следующего, что есть как бы святая святых, в ней находится ковчег и капорет, ковчег, который прикрыт крышкой, вот этой золотой крышкой с ангелами, с хирургинами, точнее. И он говорит про то, что это хохма. Вот теперь вот аккуратная терминология, надо просто всегда следить. Вот каждый автор, который говорит слово хохма, бина, дат, надо внимательно отслеживать, как он использует эти термины и что он ими обозначает. Потому что их немножко по-разному принято вот у разных авторов. Когда, да, при этом по всем мнениям, хохма, она выше, там вот есть инструментальная, есть два подхода, хохма, она обычно выше бина, потому что бина – это обычный инструментальный разум. И вот здесь сейчас будет хороший пример, по этому поводу инструментальный разум, это логика, это подобные инструменты, с помощью которых человек мыслит. Хохма – это невыразимый радуум, это вот такой дух, это вот то, что называется разум, то, что является загадкой. Любимая шутка по поводу голова, дело темное, науке недоступное, это как раз по хохмам. Вот в одной школе учились разные дети. Знают они одно и то же. Инструментально мыслят, они вроде бы им дали одинаково, учили одинаково инструментарий. Тем не менее, на выходе мы получаем совершенно разные вещи, которые вообще друг с другом регулярно слабосвязаны. Просто потому, что вот есть некоторый у человека вот это вот хохма, которая у других авторов регулярно связывается с, ну вот термин корона употребляется в этом случае, то, что уже не голова, а над головой. Для интересующихся это, конечно же, раби Хаим Ибн Атаров, комментарий Орха Хаим к Тори, это вот он пользуется словом коронавируса. Мальбим чуть-чуть попроще. Он говорит, что вот это разум, высший разум, который не сходит на человека, при этом вот аккуратно с такими терминами, потому что Мальбим, он еврейский автор. Нет ни одного, по-моему, еврейского автора, а если есть, то это какое-то полное исключение. Евреи никогда не говорят про знания, полученные извне, не через собственное изучение, про знания, не проломленные через инструментальный интеллект. Вот эта платоновая идея знания как воспоминаний безумно не нравится. Просто потому, что для евреев знание – это такая работа, это усилие, умение познавать. И по этому поводу либо мы говорим о пророках, которые воспринимают высшие миры и получают, являются инструментом получения свыше, но это ведь не знание, это пророчество, это совершенно другое явление. Но вот хохма – это вот это высшее знание, которое изливается из высшего мира, и здесь такой классический пример. Как известно, хохма, вот это высшее знание, не дана ангелам по причине того, что, как вы помните, ангелы просили, отказывали, когда они говорили, зачем ты даешь человеку, вот это известно, не драешь, когда ангелы говорили, зачем ты даешь человеку Тору, отдай ее нам, Всевышний сказал, как же вы ее будете выполнять, вы же там не едите, не пьете и так далее. И в результате Тору не дали ангелов, спустили на землю. По этому поводу в мире ангелов на самом деле хохма нету, вот этого вот неуловимого разума. Зато там есть бина, там есть вот этот инструментальный разум, в соответствии с природом, запечатленный Всевышним в каждом из ангелов. Это вот последняя цитата из Мальдема. И понятно, что с этого момента мы понимаем одну важную вещь, что святая святых это как раз то место, куда и каждому отдельному человеку ходу нет. Вот как проблема понять, вот эта загадка, которая была поставлена в 20 веке и казалось, что она разрешена, то, что в психиатрии, вначале психиатрии, а потом психологии стало называться подсознательным, в еврейской психологии обычно пользуются термином надсознательное или внесознательное. Вот эта загадка, она не была решена. Так вот, святая святых это вот это внесознательное или надсознательное. Понятно, что это не Фрейд, потому что у него подсознание всегда прет из какой-то ситры охры стопроцентной, совершенно прет из совершенно животных вещей. А у евреев это наоборот, вот это надсознательное это то, чего неуловимо. И, собственно, даже современные методы психиатрии после того, как кончился восторг психоанализом и люди стали критически к нему относиться. там куча народу к нему критически с самого начала относились. Например, смотрите, статью Бахтина по этому поводу, которая очень действительно отнесся к этой теории подсознательного Фрейда. Но, тем не менее, доступа туда нет, кроме как первосвященнику, я чуть-чуть потом объясню вот эту тонкость, которая будет. Перед святая святой, перед по отношению к народу, который находится в храмовом дворе, находится улам или гэрхай, дворец или зала, вот любой термин, который хотите, тот и берите, потому что он называется и так, и так. Значит, в нем стоит два предмета плюс один. Два главных предмета, которые обязательны, а именно шульхан хлебов, хлебный жертвенник, его проще всего называть, но он не жертвенник, на самом деле там стоит золотой жертвенник для русскурений, золотая минора и шульхан, он просто называется хлеб еврейской традиции, он не называется никогда в том избэх, но на русский почему-то принято переводить как хлебный жертвенник, хотя жертвенник это там, где что-то сжигается, просто по определению, а хлеба на хлебном жертвеннике никогда не сжигается. Итак, у нас есть стол, ну стол, вообще слово стол, к сожалению, я картинку не взял, значит, он стол, но над ним значит, стоит рама очень высокая и в него друг на другом вкладывают шесть хлебов в две столбки друг на другом, вот так, ну как шесть книг вот с одной стороны и шесть книг с другой стороны. Значит, он стоит митопон, он стоит с севера, а, соответственно, против него с южной стороны стоит минора. Вот если с минорой все довольно просто и по мальбиму минора как раз символизирует бина, тот самый ангельский разум, то есть, извините, вместо ангельский разум, давайте скажем, разум доступный ангелам, и вот здесь как раз ну, мальбим пользуется очень успешно отличным термином, когда-то было понятие семь наук, да, на еврей цевер-хах-мод. Значит, семь наук, как вы помните, это то, что изучается в средневековой школе, тривиум, это три первые науки, которые изучаются в младшей школе, и квадриум, это четыре более высоких науки, которые изучаются в старших классах. Значит, вот минора как бы это человеческий разум, безусловно. И он соответствует значит, для входящего в залу, если войти в храм, то минора слева, а золотой этот самый хлебный жердер, хлебный стол справа, ну, вот, от входящего. значит, минора это вот этот вот человеческий ангельский разум, и дальше можно смотреть старательно на детали миноры, если вы там, скажем, начнете разбирать, как устроена минора и численные всякие дела, которые связаны с минорой, то вы довольно быстро обнаружите, что там, скажем, в ней перечислено 49 деталей, значит, 7 ветвей, 7 ветвей, 11 кофтор это кофтор и пера, значит, там есть цветок и розетка, вот, значит, 9 розеток и 22 цветка, всего 49, ну, для тех, кто помнит, что 49 для евреев число важное, ну, во-первых, это 7 на 7, но есть ведь еще 49 ворот не только скверные, но и 49 ворот вина, 49 ворот вина, разум. Кстати, самое смешное, что вот по этим числам, если вы начнете сравнивать, по этим числам идут первые стихи книг Торы, там, скажем, книга Боришит начинается с 7 слов в первом стихе книги Боришит, значит, в 11 в этой самой книге Шмот по числу розеток, 9 по числу цветков цветков этого икра 20, по-моему, с чем-то, я еще не помню, 22 слова по числу две чашек, которые там, это в книге Дворит, значит, то есть там вот есть такая связка довольно любопытная, но здесь вот если мы говорим про разум, то я хочу обратить внимание, что когда речь идет вот этот классический митраж о том, что окна в храме были узкие внутрь, широкие снаружи, но как бы символизируя, что храм не нуждается в свете снаружи, а наоборот освещает мир, да, ну вот свет как бы выходит конусом из храма, то я хочу обратить внимание, что свет, который идет из храма, это свет минары, ну теоретически, да, значит, и это свет, который будет соответствовать у человека инструментальному разуму, то есть это ангел свет во Вселенной, это свет ангельского уровня, это не человеческий уровень, мы же еще раз напоминаем, что мы говорим о храме как о человеке, и когда мы говорим, что инструментальный, что минара это инструментальный разум человека, то это в храме соответствует инструментальному разуму, то есть не на, это не человеческий разум, а это разум большого человека, то есть это мир ангелов, соответственно, мир ангелов, это вот этот инструментальный разум, где все разложено по полочкам, где понятно функционально, кто что делает, это осознанные поступки, это поступки, вот теперь ангел, ангел же никогда не поступает импульсивно, это невозможно для ангела, он выполняет повеление, выполняет четко то, что должен. То есть вот это осознанный разум соответствует бина у человека, и минора – это вот это вот осознанное управление мира, управление мира на уровне Бога, где это не подвластно счетам, расчетам человеческим, это просто неэквивалентное действие, у человека даже инструмента подобного нет. А вот этот мир Улама, Гайхаля, дворца, главный человек, он как бы, именно вот этот ангельский мир, и у человека это грудная клетка, это разум минора, и вторая вещь, это вообще-то хлебный жертвенник – это пропитание, но при этом оно, пропитание, некоторая духовная основа этого пропитания, это не пища еще, пища будет чуть-чуть ниже, а это именно духовная основа, то, что Брацлавский Рэбе в одном из своих указаний говорит, что вообще-то нет ничего проще, чем считать духовную основу каждого предмета. Для этого просто надо знать свойства букв и вреда, знать истинное имя каждой вещи, и дальше вот этот счет понимания духовной основы каждого предмета – это даже не хохма, это бина, это берется простым обучением. То есть, это не нужно для того, чтобы такие вещи, вещам научиться по утверждению Брацлавского Рэбе, для этого достаточно, то, что дано простому фундаментальному обучению, это не хохма, это другое. Потому что вот изучение Торы, человек прекрасно знает, что это все, и во всех деталях он не узнает никогда, это выше него. Тора – это слишком высокая вещь, но он пытается в этот мир как-то попасть. Так вот, когда мы спускаемся в залу, то там вот это кончается, с этого момента все становится счетным и доступным. Так вот, хлеб, который в зале, это не еда еще, а ее духовная основа этой еды, то, что в еде поддерживает душу. Для тех, кто читал, знаком с хоситскими всякими вещами, а, собственно, зачем нам хоситские вещи? Вот еда традиционно, это не только же подкрепление тела, это еще, ну, то, что хаббат метко и очень удачно регулярно пользуется классическим термином, который взят из зокора, это нецутность, да, извлечение из еды нецутность, вот этой духовной основы, которая есть в еде. Так вот, хлеб это проект. И вот деталь, которую важно понимать, вещь на вот этом столе с хлебом стоит, вот туда, значит, кладут хлеба и они остаются с субботы до субботы. Их в субботу кладут и в субботу снимают. Но туда еще встают, ставят два базилика, это две чаши с базилики, это чаши, фиалы, два фиала с ладаном. Он точно так же, как бы, проводят неделю на, от субботы до субботы на хлебом столе и потом, когда чай, все-таки, это самое, сжигают на жертвеннике. Но вот соединение вот этих хлебов одновременно с ладаном лавна, а лавана – это лавана, ладан – это духовная, как бы сказать, она, ну, символ в некотором смысле, духовная душа, растительная духовная душа. Вот традиционно. Именно ладан является таковой. Вот не остальные благовонника, такое их много, и они все обычно растительные. По-моему, по одному или двум мнениям есть только животные, одно мускус там утверждается, что есть, но с этим мнением куча народу спорят, куча народу поддерживают, что входит в рабовое благовоние, но мускус от животного происхождение. Но, тем не менее, как символ именно ладан – это растительная, вот душа растительного типа. Так вот, хлеб – это как раз духовная пища, та самая, про которую сказано, я напоминаю вообще полную цитату, которую регулярно знают, не целиком почему-то, она вошла в приискус, ее знают половиной, куском, и это ошибка. Значит, все знают высказывание «не хлебом единым жив человек». Я хочу напомнить, что целиком эта цитата говорит «и кормил вас маной, чтобы сказать, что не хлебом единым жив человек, а всем, что исходящее из уст Всевышнего жив человека». Я хочу обратить внимание на некоторое противоречие в этой фразе, которую надо просто понимать. «Кормил вас тем, что является хлебом пустыни, маной, чтобы сказать, что не хлеб, не только хлеб». То есть, вот есть некоторая духовная пища, потому что все равно пища, вот эта духовная пища, и вот хлеба, которые стоят в храме, это та самая духовная составляющая, тот самый ман пустыни, только теперь выраженный в храмовых явлениях. И, соответственно, вот Мальдем, для того, чтобы просто проиллюстрировать, как это выглядит, минора, которая раскрыта пополам, да, симметрично, и хлеба, которые лежат на шульхане, на столе, хлебном столе, которые тоже раскрыты на две, на два крыла. Ну, это как бы легкие, да, вот грудная клетка. При этом вдруг Мальдем в этом месте говорит довольно интересный момент. Вдруг говорит, а про золотой жертвенник воскурения я буду говорить потом. Давайте я просто сделаю наоборот, я скажу сейчас здесь. Он говорит это в конце, и он делает одно довольно важное замечание. Галахический стол с хлебами следует сделать, если мы строим храм, представьте себе, что мы строим храм. Галахический стол с хлебами следует сделать так, как предписано в Торе. Там есть устройство, оно длинное, но оно, это сооружение вполне могу вам описать. Интересно, будет видно или не будет видно. Сейчас я попробую просто картинку показать. Так, интересно. Вот, картинка. Вот, картинка. Да, ну, более-менее видим, да. Да, это интересная иллюстрация, обычно чуть-чуть по-другому рисует. Там вот эти две подставки, это вид сбоку хлеба, как бы они вот с этой стороны, они не, они, ну, с другой стороны надо смотреть, с другой стороны, чтобы видеть хлеба. Значит, ну, в этой книжке так нарисована, в большинстве книг я могу показать другую книгу, где будет чуть-чуть другой рисунок. Мы попробуем этот. Вот другой рисунок. Ну, более-менее видно. Вот это сложнейшее устройство миноры, которое описано в Торе, говорится, что это только если вы ее делаете золотой. Если вы ее делаете из другого материала, то ее можно делать как водка. То есть, вот, а любимый пример, что когда мы к Кавеи вошли в храм и не обнаружили там миноры, ну, там золотой миноры давно не были, ее загнали, грекам один из первосвященников просто загнал. Золотой там давно не было, но они взяли просто буль-эц, полено, ну, не полено, если ясно, что балку такую широкую, воткнули в него семь дротиков, припаяли к нему сверху, лудильщика позвали, припаяли к нему сверху стень чаши, зажгли, ну, да получено. То есть, минору можно и так сделать. То есть, как бы к ней вообще, ну, опять, инструментальный разум, вот, какой получился такой разум. Думаю, как умею. Я лучше думать не умею. Вот по этому поводу ее и делать можно. Как получится, что под рукой есть. Конечно, есть идеальный разум. Это золотой со всеми чашами, ковтурим, розетками, прахим цветами и этими самгвием, и чашами. Но это идеальный разум во всех подробностях. Но это золотой должен быть разум. А когда мы проще дротиков, то как умею, так и делаю. Это называется. Вот, кстати, вот по этому поводу, вот почему символик. Так вот, золотой, значит, третья вещь, она стоит по Рамбову посередине Улама, посередине Гайхана, посередине дворца. Это жертвенник с воскурениями. И здесь он делает довольно важное замечание, которое есть у Рамбова. А что будет, если нету золотого жертвенника? То есть, вот этого жертвенника для воскурения просто отсутствует. То отвечает Рамбов, говорит, ну тогда воскурение курят, ну, там, где должен стоять жертвенник. То есть, я перевожу, жертвенник для воскурения, вообще-то, строго говоря, жертвенник не нужен. Вот этот вот Мисбе Агазага, золотой жертвенник, который стоит посередине, он золотой, он позолоченный на самом деле, ну, принятое название. Значит, вот этот позолоченный жертвенник, он, строго говоря, без него даже обойтись может. И по одной очень важной причине, золотой жертвенник, вот мы видим вот это вот снижение, вот эта духовная пища, которая, как указано, минора какая-нибудь, а золотой жертвенник воскурений может и вообще даже не быть. Это Галахан, кстати. А, не, воскурировать надо, воскурировать – это заповедь, но она не жертвенник Лома Акэф. Жертвенник не является, отсутствие жертвенника не является препятствием. И здесь есть важнейший момент, потому что золотой жертвенник – это не часть улам в том смысле, что это не часть инструментария грудной клетки Большой Вселенной. Это как раз способ связи человека с этой частью Вселенной. И зажигаемые там благовония только Коэном, причем одним Коэном, вот по Рамбову, по тому же, который открытым текстом это пишет, что в момент, когда Коэн выжигает благовония, не в емкий пур, в простой день, то никого там не должно находиться. Более того, все должны покинуть пространство между притвором и жертвенником, то есть самое близкое пространство, в отличие к храму, там вообще никого не должно находиться. То есть это как бы связь, которое – это место, где человек пытается связаться и внести свою, свой вклад, это как раз место человека в этой истории. Вот это благовоние, которое исходит через мир ангелов, это как раз человек в мире ангелов, человек, влияющий на мир ангелов. И это довольно важная вещь. Подобным свойством во дворе храма обладает еще один предмет, который тоже там необязательный. Хотя он предписан Торе, он написан довольно подробно в Торе, и это умывальник, киор. Медный умывальник, вот теперь во дворе, он точно так же является подготовкой человека к ходу во двор, к низшей деятельности. И это вмешательство человека. При этом опять, коины могут омывать руки и ноги, даже если у них нет киор. Нету умывальника, ну и нету. Конечно, надо, чтобы он там был. Но если нету, переживет. Вот это точно так же. Это вмешательство человека влиять дичьему на соответствующий мир. Теперь, вот теперь отсюда мы переходим ко двору. Двор по Мальвиму, это, значит, как называется, желудочная полость, нет, брюшная полость. Брюшная полость. Значит, при этом, вот это замечание, в переносной схеме медь, вот есть переход от храма, вот храм, он как бы злощенный, да, там все, что внутри него, это злощенный брусь. Подножье серебряные, столбы, которые отделяют двор от, ну, в переносном храме пустыне, столбы, которые отделяют двор от Гайхаля в пустыне, вот там появляется первый раз медь. И это, у них подножье медное. Вот этот переход, как раз вот это вот, надо понимать, что переход золото-серебро-медь, медь, это уже символ нашего мира. Как нетрудно догадаться, это иврит, как мы знаем, нехошет, нахош, да, нахош нехошет, в теории прямо, медный змей. Ну, и, в общем, медь – это мир, где живет змей, то есть, ну, естественно, имеется в виду змей, который из райского сада, естественно, это не простые змеи, которые, безусловно, вражда к ним идет от того змея, который в райском саду. Кстати, вы замечаете, что змеи среди всех таких более-менее больших существ, даже для пресмыкающихся, самые молчаливые, да? А тот, который змей, который в райском саду говорил, как заведенный, говорил не по делу, но непрерывно трепался. Но, значит, но по этому поводу, вот в символике, когда мы переходим к меди, мы переходим к нашему миру, на самом деле, вот это некоторый символизм. У Мальбима – это мир растительной души, и это уже наш вот этот самый мир. И когда мы говорим о растительной душе, то я напоминаю, что растениям свойственно питаться и размножаться, да, главный признак растения, но не двигаться. Так вот, медь как раз это и символизирует. Вот в описании Ехэскеля говорится о том, что ноги у Хайот, а не серебряные, то есть это переходный мир, проводник. Значит, давайте я попробую сформулировать по-другому. Значит, золото символизирует солнце, серебро, луну. Луна – это отраженный свет. Значит, золото – это мужчины, передающие мужское начало, серебро женское получающее. По этому поводу традиционно яд, штука, которая указывает, там, место, которое читает Тория, серебряная, естественно, потому что передача идет от свитка к читающему. Если бы нам нужна была обратная передача от читающего к свитку, то она должна была быть золотой, но она серебряная. Так вот, а вот снизу у них медь начинается. Вот медь – это переход к нашему миру. И как раз медный жертвенник, обратите внимание, большой жертвенник назван неслучайным медным жертвенником. Мезбех Нехошет, он же Мезбех Адама. Медный кильор, вот это появление меди в больших количествах, то есть золото внутри храма и медь во дворе – это как раз вот уже переход к витальному душе, то есть к еде. Причем, вот, понятно, что сам жертвенник – это как бы то место, где происходит переваривание еды. Причем, хочу обратить внимание, что огонь на жертвеннике, он как бы в идеале небесный, вот опять, для того, чтобы не было путаницы. Мы говорим о жертвеннике, который эквивалентен человеку, но при этом он эквивалентен храм весь, извините, весь храм, эквивалентен большому миру. Это Олам Гадоль, извините, Адам Гадоль, человек Олам Катан. По этому поводу, когда мы говорим о желудке, то то, что поглощает жертву – это небесный огонь. Как вы помните, в момент ханука, когда произошло… Ханука – это… Не новоселье, а… Когда готовая вещь начинает первый раз использовать по прямому назначению. Вот это ханука, смысл слова ханука, библейский смысл слова ханука. Во время первых ханука, когда первый раз произошло вот это использование жертвенника, спустился огонь с небес. И этот огонь как бы на жертвеннике держался, с перерывами, но возвращался до Шимона Ацадика, до конца Коэн Гадоли. Шимона Ацадика, вот до него держался этот самый огонь. Хочу заметить, огонь небесный, что жертвы, которые приносятся на жертвенники, они не для людей, они для рэх-нихоах, да, приятный аромат. Только так как мы не умеем такие вещи передавать, у нас, как обычно, слов не хватает, то когда мы переходим к запахам, то традиционная символика, когда речь идет о запахе, это ощущаю присутствие, но не воспринимаю, но вот не вижу, не слышу, но при этом ощущаю вот этот вот уровень уже за гранью, на грани опыта. По этому поводу вот это сгоревшие женщины, они, пошло слово рэх, то есть появляется слово рэх, запах, да, но огонь на жертвеннике вообще-то теоретически должен быть небесный, потому что храм это все-таки в данном случае Адам Гадоли, это не просто человек. Значит, по этому поводу вот в Иерусалимском храме есть характерное место, что в жертвеннике, в то место, где делают возлияние, есть там чаша вмонтированная, и сквозь нее ведут трубы, которые выводят в всю воду там система водослива, нахрекидран. Значит, в результате, собственно, вот жертвенник, большой жертвенник – это жил. Тогда нетрудно догадаться, вот все законы, связанные с обслуживанием жертвенника в начале и в конце службы. Как известно, начинается всегда, утро начинается в храме с того, что происходит уборка жертвенника. Причем часть, ну, первая, та, которая предписанная, символическая, когда снимается немножечко золы с жертвенника и кладется перед жертвенником рядом с ним, потом коины выносят все, что там было. Вот для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, то это, ну, в общем, намек, что это за действие, и что это за куча золы лежит перед жертвенником. Вот здесь, тем более, как прозрачно, да нельзя. Словодификация вас устроит, да? Но при этом вот довольно важный момент, который мы хорошо видим из закона. Вот всегда там ориентир на закон, он помогает понять некоторые вещи. Зола с жертвенника, после того, как ее убрали, святости не имеет вообще. То есть там нет мейла. Мейла – это злоупотребление священным для частных нужд. К нему не относится закона мейла вообще. Более того, эту золу храм просто продавал крестьянам на удобрение. Все-таки, как известно, зола, она годится на удобрение. То есть вот как раз в этом месте святое кончается. И то, что осталось от святости, как бы переходит в наш мир и можно использовать как хотим. По этому поводу вот этот жертвенник, который поднимается вверх, да? То это вот уже желудок такой храмовый. И дальше можно говорить про то место, где режут животных. Естественно, как нетрудно догадаться, что это место зубов. Ну и так далее. То есть дальше все эти подробности, они, что в храме есть, они довольно простые. И символика всех этих дел довольно очевидная. Но если мы говорим о перенастольской химии, там есть еще одна сторона, но которую вы сами можете посчитать, это довольно очевидная вещь. Это покрытие святая святых, покрытие самого шатра четырьмя слоями шкур от красивейших гобеленов снизу до грубейших шкур. То есть не очень понятно, что это за животное, некоторые говорят, что это нерпа. Но это такая вот, это уже шкура-шкура совсем. Но вот эти многократные слои, как бы повторяющие устройство кожи, Мальбин говорит про количество, довольно активно, про количество этих самых брусов, из которых состоят стены, которые там, ну я приводил пример, что они соответствуют ребра, например, по 14 с каждой стороны. Но в результате у нас получается вот такой вот замечательный инструмент. И понятно, что вот этот инструмент, он у нас как бы должен играть, должен звучать. Просто для того, чтобы понять, что происходит. Вот теперь, вот коль у нас приближается Песох, наверное, это будет довольно показательно. В Песох народ, вот мне всегда было интересно, в Песох запускают народ с баранами и козлами ихними, для того, чтобы подтверждать пасхальную жертву. Там происходит, ну такое вот, грандиозное, с дикой скоростью проводящиеся огромное количество жертв и приношений. Понятно, что люди, вот, которые туда приходят, что у них в голове, думаю, что у них в голове то же самое, что у женщин перед Песох, когда она делает пасхальную уборку. не до того, да? То есть, мы целиком заботы. Но, при этом, вот это некоторая забота о повседневной святости, вот давайте вот так сформулируем, вот эти жертвы, которые приносят Песох, это будничные заботы о святости, потому что понятно, что головы забиты ну, как бы простыми вещами, на тему, где готовить, что съесть, кого пригласить, не перехватят, и чтобы это барана никто не перепутал, потому что это для огромной группы людей, надо сказать, что законов о перепутанных баранах, в трактате «Пасохим» огромное количество, потому что их регулярно там, подозревая, в этой толпе путают. И законов там дикое количество по этому поводу. Но это понятно, повседневная жизнь. Но вот это состояние, будничная забота о святости, она и определяет текущее духовное состояние народа. Вот я не помню, у кого я читал эту историю, про то, как в Берлине весьма уважаемая семья пошла в театр, и по дороге вдруг жена пропала. Прибежала она потом к самому театру, на вопрос мужа, где-то была, она вдруг радостно говорит, я тут по дороге увидела, петушка продавала, и сообразила, что тебе там после и завтра он подавится на емке. Такой замечательный черный петушок, знаешь бы, вот эти хлопоты, вот эти хлопоты о том, что должно быть цвета и цветы, что должно быть обычная святость. На самом деле, то, с каким состоянием человек это делает, вот не настраивая себя сам, вот я хочу обратить внимание, не настраивая себя, не выдавливая из себя это, вот, без злот, лыше, гихут куча, брегут шкин тэй, а то, что само получается, это и есть тот самый нижний камертон в 22 тысячи человек минимум, да, который заставит звучать храм и заставит его, и заставит небеса отозваться на это звучание. И в ответ на звучание Адам Годоль, большого человека, оно же вернется и отразится на народе и на каждом потом в отдельности. Вот эта вот игра, я хочу заметить, она далекая от магии, она потому, что мы ничего сделать не можем, кроме как самому духовно растить и пытаться становиться лучше, мы ничего сами делать не можем, потому что, если мы конкретно попробуем сделать конкретный эффект, приложить, то я не уверен, что это получится, потому что это именно сила времени и сила обстоятельств данного текущего момента, который зависит от каждого из нас в отдельности, но при этом вклад каждого как бы он не заметен, но без него все вместе, но это то самое классический парадокс о выборах. Вроде мое слово решающее может быть маловероятно, но при этом каждый не участвует, да, и если не придет каждый, то какой смысл во всем этом мероприятии. Вот это то же самое где-то, оно сложится, как оно есть, и храм как раз является тем самым предметом, который вот эту мелодию, которая сыграет вот этот оркестр собравшийся, текущий оркестр, эту мелодию передаст выше, причем не просто передаст как сообщение, вот это важный момент, вот важнейший момент в мысли Мальбима состоит в том, что он передаст не как сообщение, это не будет формулой, это не будет ничего сказано словами, он передаст это именно как мелодия, которая заставит ответить ответной мелодии. Вот комментарии к мелодии обычно довольно глупо звучат, да, мелодия это мелодия, причем на уровне, вот опять я люблю суматься на галаху, когда говорю не о галахе, как известно, музыка не принимает а вода заран, музыка не может быть языческой, почему поопределить, имеется в виду не когда ее исполняют, а вообще музыка как таковая, если ее исполнить в другом месте, она будет иметь другой смысл. вот то же самое, это вот музыка, которая не оформляется комментариями, она просто что сыграли, то сыграли, то передано, и то отвечено. Вот это мысль, которая думает, что и есть главная мысль мальбом в этой истории, и мне она безумно нравится. Вот, если есть вопросы, я готов ответить, если нет, то тогда есть, то тогда господа и дамы, у нас есть вопросы? Ясно. Ну хорошо, народ думает. Окей. Попрос есть, но он есть не с этого занятия, а с первого вашего занятия по этой теме, если можно. Ну, попробуем. Ага. Там было, что Ангел Михайль подлетает в один взмах, да, да, два, а пророк Ильяву в три, то есть четыре, в четыре, с трех остановками. И вот я стала об этом думать. Ну, как-то я не знаю, в общем, надумалось только, что Илья, он, в общем, канай, и почему-то я стала думать в том направлении, может, это не для человека, а для него самого. хотя ангелы не меняются, но ему-то еще вернуться надо будет. вы заметили, вы заметили, что Илья, в этой истории, он ведь ангел, правда? Да. Дело в том, что вообще в этой троице, вот, причем он ангел, я вообще не понимаю, как он здесь взялся, в этой истории. То есть он взялся именно по внешнему признаку. Дело в том, что ангел Ильягу, как ангел, когда мы его рассматриваем, он не в группе Михаэна Габриэля. Михаэл Габриэль, Риэль – это ангелы сверху вниз. А он из группы ММТЭТ и Сандель, он из другой группы ангелов. Вообще, он совсем из другой группы ангелов. Это группа ангелов небесный канцлер, который тот самый ММТЭТ, который около трона. И небесный секретарь, по приему этих самых посетителей, как он называется, не забыл. Ну, такой вот. Это сандарь, который. Значит, Ильягу, он как раз небесный посыльник. Он третий в этой компании. И по этому поводу приближение к человеку его, вот когда мы говорим о его приближении к человеку, то в этом Медраше имеется следующее, что пророк Ильягу, когда приходит, он долго думает, стоит к этому прийти или нет. заслуживает ли он этого? Вот это количество историй про то, что Раф такой-то учился с пророком Ильягу, оно то самое, оно есть. Но даже будучи направленным к человеку, вот здесь как раз это обратное, что я напоминаю, что Михаэль как бы подлетает в один взмах, потому что это Рахами. Гавриэль это Дин, и он подлетает в два взмаха. То есть он дает возможность... Дин это суд. Да, понятно. Дает возможность отозвать приговор еще, дает возможность как бы подумать. Ангел смерти, он как бы, ну, совсем вот такой, в один взмах, в восемь взмахов, но в эпидемию там это самое. А пророк Ильягу, он в этой истории совершенно обратный. Он-то не приходит с чем-то дурным. Пророк Ильягу никогда не связан с... А он посылается для некоторого подъема человека обычно. это ангел Союза, Малах Брит, да, ангел Союза, и также ангел, который приходит к людям, чтобы их учить и поднимать, то есть тем, кто заслужил, но как бы его приближение, он три раза по дороге останавливается, как бы давая возможность оступиться человеку так, чтобы он не дошел, то есть он идет медленно, он сразу не приходит. Вот, это на самом деле, по-моему, довольно интересный момент, что вот этот ангел, который приходит к заслуженным людям для того, чтобы дать им возможность подняться еще выше, он еще долго думает по дороге, стоит к этому человеку идти или нет. То есть идея в этом медленно вот такая. Ну, да. Спасибо. А что касается, что он канает, то аккуратненько. Это пророк или я канает? Да-да, пророк или я. А ангелу не до того. Он же как бы противофазу работает. Ты сказал, когда ты был человеком, когда ты был пророком, ты сказал, забыли, оставил тебя народ твой, да, произносит пророк или я. пророком. Все еще говорит, больше ты не можешь быть пророком, ты не готов соступиться за народ. Вот. Муссо в этом случае говорит, прости, народ твой, да. Пророк или я. выступает обвинителем. Пророк не должен выступать обвинителем. Пророк не имеет права, потому что не забывайте, что пророк это не только посланник свыше на землю, но он как бы еще наверх передел. Поэтому пророк, который выступает прокурорской должности, это безобразие какое-то. Именно тут происходит эмоция пророка назначить другого, назначить лишнего. Да? Но по этому поводу в ангельской должности ему не доконает. Он по этому поводу прилетает на Брит Мила, чтобы убедиться, что не забыли и не оставили. Обратите внимание. Брит Мила, он, Малаха Брит, Ангел Союза, он прилетает убедиться, что нет, ты неправильно сказал, тогда. Он приходит на Сен-Р-Песах ровно для того, чтобы не забыли и не оставили. Он, как пророк, ровно обратным занимается. Как ангел, извините, в ангельском облачении он занимается ровно обратно. Он свидетель, он ангел-свидетель, что не забыли и не оставили. значит, ему самому эти остановки не нужны. Ему не нужны. Ему на самом деле, он полна функция облачения, что он это тебе не рахали. Вот Ильяху, в данном случае, когда говорится о приходе Ильяху к человеку конкретному, как Михаэль, Габриэль и Малахлавас, они же как бы идут посланные свыше. Но пророк Ильяху, он как бы у него эти привычки земные остались. Как бы это принюхивается, а заслуживает ли, чтобы я до него дошел? Три остановки по пути. Да, да. Окей. Ну, хорошо, на этом закончим. Мэйр, а мы будем изучать ступени восхождения? Или вы уже рассказывали, я просто не была на первом уроке. Ступени восхождения в храме не было ступени восхождения. Ну, вот эти, по которым коины поднимались, заслужили. А, Махалила, это вообще запрещено прямым законом торы, коины поднимались по пандусу по гладкому. А ступени запрещены, ступени, которые идут на жертвенник? Да, я слышала у других раввинов, что про эти ступени хотелось больше, почему их вы имеют обод вокруг жертвенника, по которым они ходили вокруг? Нет, нет, 15 ступеней, на которых пели левиты. 15 ступеней, на которых, подождите минуточку, в храме ступени, есть ступени, аккуратно, значит, в храме есть ступени, которые ведут крыльцо вот это, ну вот улам, да, слушай, я, по-моему, эгарь, значит, улам, это вот это крыльцо, вот, которое всегда очень трудно перевести, на самом деле, это крыльцо, это портит, там есть ступени, которые ведут по нему, идут, поднимаются в храм, да, в герусалимском храме, значит, на жертвенник ведет пандус, только так, и там ступени вообще запрещены, далее, левиты стоят на духан, духан, это то же, что и в современном еврике, духан, турецкое слово, да, это, ну, возвышение такое, то, что левиты туда не поднимались, если там 15 ступеней, они не предписаны никем и никогда, 15 чергамалот есть такое, что это подъем, это самое, но это не подъем левитов заведом, это подъем народа, который там должен был пройти по ступенькам, которые вели к храму, отдельная тема, но это не устройство храмового двора, они не входят в устройство храмового двора, эти ступени, но там народ не шел именно, я уточню вам, потом скажу, что имеется в виду, между двумя дворами, между двумя дворами, значит, двор Исраиля, это узкая полоса, вот, если войти в ворота Никанора, ну, я могу сейчас быстренько найти рисунок, между воротами Никанора, да, вот человек ходит в ворота Никанора, он попадает сразу в полосу, довольно узкую полосу, которая называется двор Исраиля. Эта полоса отделена от двора священников просто обозначением, там даже бордюра толком нету, там есть обозначение до Энди, значит, вот здесь, в этом районе стоят Невида, там есть Духан, там стоит хор, оркестр и это самое, по нему никто не поднимается, думаю, что они стояли, ну, как ставятся большие хоры сегодня, там в любом зале, они же ставятся, ну, на ступеньках, да, таких, как, наверное, называется, но я не знаю как. Думаю, что они стояли таким образом, но то, что это не про это, это я вам точно говорю, что 15 ступеней из Ширгамала, 15 ступеней из Ширгамала не имеют отношения к этому, это я вам, вот, они имеют отношения к чуть-чуть другому. И, господа и дамы, я дико извиняюсь, надо заканчивать, потому что у нас полдесятого, есть некоторое другое мероприятие. Значит, как я понимаю, на следующей неделе у нас в Песах, да, вот, поэтому ничего не будет, и поэтому я старательно пытался тему завершить, а там дальше посмотрим. Окей, замечательно. В следующей встрече зададите вопрос, я отвечу вам точно и подробно про эти 15 ступеней, а не про другое чуть-чуть, я просто хорошо помню, про что. Ну, долго, я не успею рассказать. Окей, тогда мы на этом закончим, я дико извиняюсь, что я фрервал. Всем счастливого свидания, ну, мы если с кем-то не увидимся, то веселого Песаха, Песах Кашера. Всем Песах Кашера и Кашера. Да, всем счастливо и... Субтитры создавал DimaTorzok,